С гораздо более серьезными проблемами сталкиваются жители так называемых моногородов Иркутской области. В числе трудностей, безработицы, экономическая нестабильность, закрытие городообразующего предприятия. Есть ли луч света в этом темном моноцарстве? Обсуждали сегодня в Иркутске с подробностями Давид Азизов. Самые внимательные слушатели мэры. За круглым столом сегодня главы почти всех моногородов региона, а их в Иркутской области 8. Проблемы, связанные с этими территориями, обсудили на заседании в правительстве региона. Решение всех невзгод известно. В города необходимо привлекать бизнес. Государство готово предоставить льготы, согласны и предприниматели. Только проекты с многомиллионными инвестициями зачастую буксуют из-за формализма. Пример предприятия на 10 рабочих мест в Саянске. Деньги вложены, производство налажено, но проект вернули на доработку. Инвизатор проекта предполагает сбыт продукции там-то, там-то, там-то. Однако никаких документов, подтверждающих переговоры с угрозой фирмы, в комиссии не предоставляют. Это что? Ну и как на таком вот, с таким уровнем замечаний можно работать с инвесторами? Ну это глупость, это просто, ну я считаю, это издевательство над вэром, издевательство над инвестором. Нету ни одного серьезного замечания, так, отписки. Экономическим локомотивом моногородов по затумке авторов должно стать создание территории опережающего социально-экономического развития, сокращенно ТАССЭР. В стране их уже около шести десятков. В таких местах бизнес, не связанный с экспортом сырья и энергоресурсов, 10 лет не платит налоги. Однако примеров городов, где одни только налоговые каникулы спасли ситуацию, пока нет. Мое мнение, это один из элементов, который позволяет достичь здорового развития моногородов. Но это никак не панацея. Это не может быть панацеей, так как это всего лишь часть налоговых льгот на десятилетний период. В нашем регионе статус ТАСЭР уже получили Саянску, Соля-Сибирская и Черемхова. По статистике населения этих моногородов сокращается. И дело здесь не только в наличии или отсутствии работы. Человек же не только спит, ест и на работу ходит. То есть нужно куда-то детей водить, нужно лечиться, отдыхать как-то в субботу-воскресенье. Поэтому вот те проекты, которые начаты были уже в прошлом году на территории и моногородов в том числе, это комплексный подход. Байкальск в списке моногородов стоит отдельно. Если новые производства в Саянске и Усолье возникают на базе старых предприятий и обеспечены профессиональными кадрами, то юг Байкала планируется как туристическая зона. При этом большая часть населения Байкальска – бывшие работники БЦБК с техническим образованием. Сможет ли 50-летний инженер стать хорошим официантом, покажет время. Давид Азизов, Виталий Перетолчин. Новости по будням.